Радио Болтком От этого воздух чище станет? Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. Всем доброго дня. Начинается программа «Климат-контроль». И с нами на прямой связи журналист, ученый, популяризатор науки, морской геолог Константин Рангс. Здравствуйте. Доброе утро, Константин. Доброе утро. Ну что же, мы всегда начинаем с погоды. И как бы не было столько шуток о синоптиках, о том, что они бывают, что попадают пальцем в небо, тем не менее прогнозы в последнее время, в всяком случае, сбываются с абсолютной точностью. И предсказанное такое похолодание. И вот все изменения в погоде, они происходят как по часам. Что нас ожидает в ближайшие хотя бы недели? Будут ли теплые погоды или будет продолжать прохлада? Ну, собственно говоря, по тем прогнозам, которые сейчас есть, в принципе, вот такая погода, какую мы имеем сегодня, она и будет продолжаться в течение ближайших нескольких дней. Ну уж точно до следующей пятницы. То есть не ожидается ни прихода в какой-то экстремальной жары, по счастью, ни каких-то там бесконечных ливней. То есть это будет так, солнышко, тучки, где-то так ночью 16-17, днем 22-23, где-то так вот. Посредка наполовинку. Но, в принципе, это тоже нехорошо. С одной стороны, вроде как бы и лето, а с другой стороны, не надо мучиться от удушающего зноя. А вот потом уже может-таки случиться, что температуры начнут подниматься, но тоже не до экстремальных значений. Уже где-то предполагается, но это, конечно, как всегда, за несколько, за пять дней вперед уже там начинаются спекуляции, так скажем, цифровые. Но где-то ожидается, что температура таки будет повышаться. И рано говорить, что лето закончилось. Нет, оно еще постоит. Тем более, как говорится, в южной части Европы по-прежнему творится кошмар. Потому что, например, Италия все так же засыхает. Пожары идут по всей южной, даже в центральной Европе. Посмотрите, вот последние новости из Чехии. Там есть национальный парк, чешская Швейцария. Там бушует пожар. И они очень переживают за судьбу своего национального парка. Опять же, шары идут по всей, и по Франции, и в Испании, и в Италии, и в той же самой, на Балкранах. Так что у них там тепло, но обратно, как мягко говоря, жарко там. Но опять, с другой стороны, есть и вот эти вот самые проблемы, которые никто сейчас толком это понять не может, как их дальше решать. То есть у них своя победа. Тем не менее, вот если мы говорим о прогнозах погоды на сроки более, ну, на долгосрочные прогнозы, есть ли какие-то сейчас прогнозы на зиму? Какой она может быть? Получают ли какие-то прогнозы ученые? Ну, на зиму они еще так не шибко считали, потому что это уж слишком большая будет, как говорится, слишком самонадеянность их стороны, я имею в виду настоящих ученых. А вот на осень, на период с сентября при конец ноября уже появились в последние сутки расчеты, которые по целому ряду, так скажем, методик, вот они сделаны и стали доступны. Ну, тут надо прямо сказать, вообще, ведь, как известно, Земля, система замкнутая, и если что-то на одном конце происходит, то потом обязательно отзовется и на другом. Пол земного шара – это Тихий океан. И, естественно, то, что происходит в Тихом океане, оно сказывается на нас самым, что называется, прямым образом. В частности, есть такое явление Эль-Ниньо-Ля-Ниньо, это циркуляция холодных теплых вод в экваториальной части Тихого океана, которая связана с интенсивностью восточных ветров, так называемых пассад. Так вот, исследования четко показывают, что в зависимости от этой вот осцилляции, то есть больше идет холодной воды. Ситуация, знаете, как у нас в Юрмале, только в гигантских масштабах, неизмеримо больше. Дует ветер с востока, сильнее дует, сильнее сгоняет теплую воду с Тихого океана на запад, к Новой Гвинеи, а из глубин поднимается холодная вода. Вот это один процесс. Меньше стали дуть пассаты, значит, тогда успевает вода прогреваться, меньше теплой воды идет к Новой Гвинеи, а у самой этой самой Латинской Америки вода теплеет, что, кстати, очень плохо для тамошних биоцинозов, которые привыкли к холоду. Так вот, какая складывается ситуация. Эта самая Эльниния, как пишут, она дает, что называется, все больше и больше жизни активно. Температура воды в западной части падает, то есть процесс меняется, а значит, уже можно на основе богатого статистического материала заложить его в компьютеры и прикинуть. А что же, собственно говоря, мы будем иметь в ближайшие 4 месяца? Дальше они даже и не пытаются. Что же мы видим? Опять три самых таких распространенных на Западе схемы и получается следующая картинка. В Европе, я уже как бы в сумме, да, говорю, потому что там везде есть мелкие нюансы, это несущественно. В Европе ожидается, что будет осень более теплая, чем как бы обычно. Но не сильно теплая, а так, так скажем, потеплее. То есть вероятность, можно сказать так, вероятность наступления октябрьских холодов минимальна. И одна из причин для нас, живущих в северной части Европы, заключается в том, что у нас увеличится количество осадков. То есть для нас осень будет теплая, но дождливая. Я думаю, что... Вот это такое. Я думаю, что многие, в принципе, будут даже рады тому, что у нас не будет похолодания. Ну, опять-таки, все связано с увеличением тарифов на тепло. Поэтому, конечно, чем позже начнется отопительный сезон, может быть, для многих это будет и благословением. Ну, вот такой расчет есть. Причем три расчета. Расчет модели европейской, Middle Range, на эти три месяца. Потом расчет есть по американской, по британской схеме и по американской схеме. Но национальной администрации океана и атмосферы. И везде получается, что вот в Европе... Значит, ну, это, опять-таки, это у нас подождливее, вот, а на юге Европы. Да, будет осень теплая, но она опять будет сухая. И вот это, конечно, беспокоит гораздо больше. Перспективам Скандинавии уделено всего несколько строк. Но в этом понимании Балтийский регион, Скандинавия — это все едино. А вот что там будет? Если осень будет сухая, то это будет опять говорить, что неоткуда будет взяться в воде, чтобы заполнять водохранилище. Ведь, например, в Испании, в Португалии проблемы-то с чего начались? Начались с того, что не было вот этих традиционных ноябрьских, декабрьских дождей. Мощных дождей, которые заполняли на водохранилище. И поэтому, когда наступила уже весна, и наступила, как говорится, традиционная весенняя сушь, то вдруг выяснилось, что воды-то и нет. Об этом куча материалов. Если у кого есть желание, можно зайти в интернет, сохраняя практически все, посмотреть архивы передач, например, того же Евроньюз. За то время, за декабрь, ноябрь, там прямо были передачи, посвященные проблеме того, что не было дождей. Это плохо. И вот сейчас опять говорят о том, что дождей в Южной Европе может и не быть этой осенью. Два года подряд? У нас будут. И дальше больше, чем мы будем. То есть, получается, два года подряд это уже какая-то тенденция, которая, если это произойдет в третий раз, это может говорить о каких-то уже изменениях климатических. Ну, уже да, частота таких явлений усиливается. И надо сказать, что это, как говорил знаменитый волшебник Мерлин, предсказанные, предсказанные погоды. Потому что, да, ведь еще лет 15 назад говорили, что если что начнет меняться, то в первую очередь почувствуют это жители Юга Европы. И почувствуют в двух параметрах станет жарче и будет меньше осадок. Опять же, например, возьмем, если посмотреть, регион Черного моря. Там тоже очень интересная ситуация. Там подскакивает температура, а потом, например, все это сменяется совершенно феерическими ливнями. Тропического такого мощного вида. И приходят новости там с восточного побережья Сочи, с побережья Грузии, с другой стороны там у Турции мощные ливни. Потом подымается температура, потом опять мощные ливни. Но об этом же как раз тоже говорили, что такие будут климатические изменения. Поэтому, в общем-то, надо сказать, что вот этот южный пояс Европы, он пребывает в довольно-таки в таком печальном положении, потому что то, что обещали ученые, то и сбывается. А вот как из этого выкручиваться? Например, вот в Париже там придумывают способы охлаждения зданий холодной водой, из рек или прочих источников. В общем, придумывают выкручиваться как только могут. Потому что действительно, электроэнергии для того, чтобы работали кондиционеры, не напасешься. Что-то нужно делать. Есть же всякие местные, локальные способы. Например, распылитель влаги. Кстати, в Китае тоже такую, что применяли народу, понравилось. Искусственный дождь между небоскребами. Бронзбойты стоят на крышах небоскребов, они распыляют влагу, и эта влага спускается вниз, но не в виде капель, а в виде такой водяной пыли. Ну и вроде людям легче становится. Тем более, когда вода испаряется, она забирает тепло. Но это серьезная проблема. У нас же, я хочу сказать, если бы я отвечал за город, я бы этот прогноз посмотрел и подумал бы насчет того, а если будут сильные дожди осенью, как будет справляться наша ливневая канализация, и не дай бог, если они будут залпового характера осадки, то есть много и быстрое время, короткое время, чтобы у нас не было вот этих самых затоплений. Все-таки дело плохое. И бог бы с ним, если бы мы стояли, наши дома стояли на гранитном или там, не знаю, даже хотя бы известковом основании, тогда еще я бы не очень волновался, как инженер-геолог. А поскольку мы стоим на песке, в самом натуральном смысле этого слова, то всевозможные потопы и избыток воды на улицах это очень плохо, потому что каждое проникновение воды в подвалы, промывая вот этих, в тех местах, где заложены всевозможные коллекторы и прочие коммуникации, ну, под дорогами. Помните эти истории с провалами? Этого нужна вода на улицах. Вот сейчас мы смотрим прогнозы и вроде бы видим, что эта вода должна быть. Поэтому нужно сейчас уже об этом и думать, что мы будем делать осенью, когда могут быть сильные ливни. Я понимаю, что, как говорится, на все воля Божья. И, может быть, и не случится вот этих сильных ливней. Но лучше, знаете, быть готовым к катастрофе, а потом все-таки радоваться, типа, ну, слава тебе, Господи, пронесло. Или когда ты сидишь и думаешь, что ничего не случится, все будет хорошо и не первый раз обойдется. А потом этот авось оборачивается какими-то несчастьями. И тогда все начинают искать виноватых. А что можно сделать в этой ситуации с ливневой канализацией, если, ну, вот нам говорят, что ее пропускная способность, ну, вот такая, какая она есть, и, к сожалению, вот больше она не увеличится? Ну, понятное дело. Во-первых, я все-таки так как бы хотелось бы в широких, так скажем, средствах массовой информации увидеть карты потенциальных затоплений, ну, при кражном там виде дождя. Вот. Это было бы очень полезно людям узнать. Например, все-таки решите посмотреть, нужно производить ревизию уже существующей ливневой канализации. Ведь зачастую канализация-то не справляется своими функциями по той причине, что она загажена всевозможными осадками. Песок с дорог, который смывается, он же, что, весь, каждая песчинка доходит до угала? Нет, конечно. То есть я про что хочу сказать? Я хочу сказать, что это очень серьезный момент, и об этом просто надо говорить, что вот мы этим занимаемся, вот есть конкретные люди, с которых можно спросить. Знаете, как всегда, у каждой проблемы и у решения есть и конкретное имя. Если мы говорим о вот уже осени-зиме, подготовка к этому периоду, вот утепление домов, что еще можно успеть сделать, пока понятно, что осталось буквально там 3-4 месяца до уже самых морозов? Ну, наверное, действительно думать о том, что можно сделать. Естественно, что многоквартирный дом за пару месяцев решить вопрос его утепления, ну, просто нереально, да? А с другой стороны, ведь вопрос утепления, это и же вопрос, насколько сифонит из ваших окон. Большие там щели у вас, или как, как говорится, или законопатить можно, ну, я так, ну, условно, да? Вот, что, например, творится с вашим покрытием на полу? Может быть, вам стоит подумать о каких-нибудь ковриках или циновках? Вот, это же тоже очень важный момент, ведь вопрос-то, видите как, вопрос даже зачастую бывает не в абсолютной температуре, а в том, как мы ощущаем эту температуру. Я по своему опыту могу сказать о том, что если вы ходите по полу, что называется, каменному, да? Вот, это вот наблюдал в Испании, и если вы на этот каменный пол кинете теплый коврик, то ваши ощущения от температуры совершенно, прямо скажем, разные. Ну, это же, ну, ясно, очень понятно все. То есть надо подумать о том, что, в принципе, какое будет ощущение, как вы будете, как говорится, проводить свою ночь, вот, где вы, что, как выглядит ваша спальня. Например, спать в большой комнате, конечно, приятно, потому что воздуха много. А с другой стороны, в маленькой комнате ее натопить проще, даже если вы будете использовать электрический нагреватель, и дешевле. То есть, в принципе, как говорится, народная мудрость, опыт, это же никуда не девается. Просто сейчас стоит об этом думать, именно сейчас, когда еще тепло, и будет тепло, ну, как мы видим по всем расчетам, уж месяца два точно. Вот, поэтому есть время, вот такой зазор, чтобы предпринять какие-то меры, и с одной стороны, для уменьшения утечек тепла в вашем доме, вот, а с другой стороны, это, конечно, о том, как вы будете жить, если, как говорится, действительно температура в здании будет снижаться целенаправленно, ведь говорят же уже, что там и 19 градусов будет неплохо, если будет в квартире, могут, в Германии говорили, что и 17 ничего, только здоровее будем. Так, надо просто думать, здоровее будем. Слушайте, а у вас есть запас шерстяных носков? Вот такой вот элементарный вопрос. Цветерки какие-нибудь, вот вроде смешно звучит, да, 21, знаете, как часто говорят, 21 век, там, 21 век, об этом все говорить, да нет никакого 21 века. В одном календаре 21, в другом, если не ошибаюсь, всего лишь 14 или там 15. Знаете, могут быть, еще другие века есть. То есть, это все цифры, они не имеют никакого реального смысла. В Пампеях реклама была политическая, шикарная. Голосуйте за какого-нибудь там Гая Антония, потому что все алкоголики голосуют за него. Представляете себе, какая была шикарная политическая реклама 2000 лет тому назад. У них были автоматы по продаже воды, такси, условно говоря, было. Жизнь била ключом. И общественная, и политическая, культурная. Один взрыв вулканов, все, где они... То есть, я хочу сказать, что мы должны понимать, что если вот мы живем так, как мы вот сейчас попривыкли жить, то это не означает, что мы так хорошо будем или должны жить постоянно. Вот в чем дело. И тот, кто, что называется, как тот этот умный кротик, сейчас себе запачивает, так сказать, щели в норка, да, в домике, вот он-то как раз, глядишь, и в следующую весну радостно и встретит. А вот те, кто сейчас говорит, что до зимы еще далеко, ну, в общем, притча про стрекозу и муравья. Конечно, опять же, можно смеяться и говорить о том, что есть новые варианты прочтения, да, вот. Но факт остается фактом. Жизнь так устроена. Летом нужно беспокоиться о зиме. Вот к чему я и призываю. Давайте беспокоиться о зиме уже сейчас. Если нам действительно природа подарит теплую осень, это не означает, что будет теплая зима. Вот в чем дело. Это совсем не означает, что и зима тоже будет теплая. Как раз может быть такая ситуация качели, что теплая осень, а потом зимой будут волны очень сильного холода. А есть ли какие-то вообще прогнозы, не прогнозы, но хотя бы статистика, которая вот, ну, говорит о том, с какой долей вероятностью зима может быть очень суровой? Весь вопрос, что даже не нужно, чтобы вся зима была суровая. Достаточно, допустим, недели, десяти дней мощных холодов, и нам станет очень плохо. Вот в чем проблема-то. Сколько нужно мерзнуть, чтобы для вас это называется вылезло боком? Люди простывают очень быстро. Суток достаточно провести в плохо натопленном помещении для непривычных людей. Ведь это просто заключается в том, что насколько люди привычные и привычные. Вот это тоже очень важный момент. Научные вот эти институты, они дальше конца ноября не смотрят сейчас. Дальше начинаются предположения. А предположение это вот вполне понятное такое, хотя, знаете, напоминает историю про динозавра на улице. 50 на 50. Встречу не встречу. Действительно, в любой момент могут прорваться волны холода. То есть даже, как бы в основном, зима теплая, а потом на 10 дней она включила на полную катушку. И большая будет нам от этого радость, что это всего 10 дней, а не 30. Мы, кстати, забываем, все время читая классическую литературу, сколько там персонажей страдает от кашля, от туберкулеза, от каких-то простудных заболеваний, все время ходят, сморкаются, отхаркивают там какие-то, в общем, выделения. И это, ну, кажется иногда, что это русская классика, писатели изображают там вот Короленко, там Достоевский, все это. Но это ведь на самом деле тогда огромнейшее количество подвалов, подвальных помещений были сырыми, мрачными, холодными, и люди в них жили достаточно долгое время и постоянно болели. То есть, вот, в принципе, то, о чем мы как-то забыли, расслабились, и не хотим вспоминать. Можно спокойно прочитать и Диккенса, и Диккенса, и Гюго, и кого угодно. Вся европейская классика девятнадцатого века, и, кстати, американская, посмотрите, она описывает людей, в том числе, там как бы, как бы норма жизни, да, что для человека не богатый, но, кстати, надо заметить, что ведь и богатые люди тоже, собственно говоря, готовились к зиме, ставили в их дворцах двойные рамы, специально это же и не хранились, вставлялись, готовились печи. Это надо же сказать, что это исторический факт. Царь Александр I хотел сделать из города Гельсенфорса образцовую столицу, образцовый город, который бы стал столицей, так скажем, новоприобретенного Великого княжества финляндского. Был приглашен немец, архитектор Энгель, который был очень человек скрупулезный, и если с внешним видом не было никаких проблем, а тогда, надо сказать, зимы в Финляндии были суровейшие в 19 веке, он занялся изучением печного дела, поскольку мудрый немец счел, что какой смысл строить дворцы, в которых зимой жить будет совершенно невозможно, просто от холода. И он, в первую очередь, занялся проектированием мощного печного отопления в этих дворцах, уменьшение потолков, там, ну, разные были вот эти планы, чтобы зимой в этих дворцах, действительно, в этих зданиях, как сказать, дворец, как его считать, но все равно в этих зданиях было тепло и сухо, и был бы свежий воздух, и он добился своего, надо сказать, и его вот эти здания сколько, уж 200 лет стоят, а в них, действительно, зима прекрасно переносится. Это я к чему это? Я к тому, что надо понимать, что, действительно, проблема холода зимой и жизни, как говорится, в нетопленной лачуги, это огромная фундаментальная проблема, и мы об этом должны понимать, что такое, да, это, к этому надо готовиться. Будем готовиться, спасибо большое, Константин Рангс, программа Климат-контроль, до встречи в следующую пятницу, всего доброго. Всего доброго, до свидания.